Итак, вопрос был о вариантах законтрить проход не слайдом. Не слайд, не кат, как он еще называется, не кроссин, не слайдер, не слайсер и вот этот, не сер, короче. Сергей сейчас быстренько покажет, как это выглядит, базовый вариант, да? Хоп, бум, проехал, атаковал. Хоп, базовая версия, да, он, собственно, прорезает мне бедро своим коленом и разделяет ноги и корпус. Окей, собственно, чтобы меня не прошли, я должен сохранять основные принципы гарда. Что это такое? Мои стопы все время смотрят Сергея, да, вот он там пытается проходить меня, да, мои стопы в него смотрят, и я корпусом также разворачиваюсь всегда к нему. Вариант, когда Сергей проходит мне не слайдом, а я лежу на спине, вообще не вариант. Он у меня находится сбоку, значит, я должен быть сбоку. Это один из тех главных принципов, которые я должен сохранять, да, смотреть на него. И видите, что получается, да, уже как бы не слайда не получается. Получается, что не слайда не получается. Итак, просто две детали. Я все время смотрю на Сергея всем корпусом, да, он идет на бок, я разворачиваюсь на одну лопатку. Ни в коем случае не бывает так, что он идет на бок, а я разворачиваюсь только головой или только руками. Дальше. Сергей двигается, я здесь. Мои стопы смотрят вверх. Ни в коем случае ноги не ложатся на поверхность. И видите, он попадает ко мне уже как бы не в ни слайда, а скорее всего это будет кей-мастер гард, из которого я спокойно могу и свиповать, и восстанавливаться. Следующий аспект сохранения гарда. Мои коленки близко к моему телу, да. И если мои коленки близко, и Сергей проходит, я к нему разворачиваюсь, и коленки здесь остаются. Сейчас пройти мне сразу в лед уже не получится. А я не сделал пока ничего. Я просто сохраняю основной принцип гарда. Если вдруг получается так, давай сюда. Если вдруг получается так, что я не могу подтянуть к себе коленки, он проходит ко мне, да, и он мне уже отрезает здесь ногу, да, засунулся. Это пространство колено не могу подтянуть. Что я должен сделать? Если у меня не получается подтянуть колено к себе и закрыть эту линию сгиба, я должен подтянуть плечо к колену и закрыть эту линию сгиба. Хоп, я разворачиваюсь прямо под него. Колено соединено с локтем. Сейчас он у меня вряд ли пройдет, а я здесь, скорее всего, даже выполню свип, и, может быть, перейду на какой-нибудь болевой. Окей. Следующий важный момент. Мы сейчас с вами рассматриваем первую линию обороны. Да, пока просто сохраняем структуру гарда. Следующий важный момент – фрейм. Фреймы на первую линию обороны. Я стараюсь держать ручки где-то здесь. Да, они мне позволяют. Если Сергей там тянет мои ноги, пятки на себя. Да, здесь придерживаю. Если Сергей толкает, да, я здесь держу. И если Сергей хочет положить мою ногу в пол, я ставлю здесь этот фрейм. Да, раздави мою ногу сейчас, прям в пол положи. Дави, дави, дави. Это практически невозможно. Но если я не так кладу, оставлю хороший упор. Все это вместе, когда я сохраняю этот упор, сохраняя принципы гарда, не дает ему пройти меня ни слайдом. Пум. Скорее всего, это Кеймастер. Скорее всего, это Доларива. Скорее всего, это Свип. Маунт. И 6 баллов. Бывает так, что я не успеваю поставить фрейм. И да, я могу просто положить свою руку под ногу. Задача Сергея разделить мою верхнюю часть, верхнюю часть и нижнюю часть. Пролезть вот в эту дырку. Если этой дырки нет, пролезать ему некуда. Сергей, не слайд. Да, не слайд, не слайд. Может показаться, что это работает исключительно для гибких. Мне 47, я нифига не гибкий. Штука в чем? Большая проблема не слайда. Когда я соглашаюсь и кладу свою ногу. Вот здесь ей жопа. Когда я изо всех сил стараюсь держать пятки вверх, у меня просто пятка смотрит вверх. Все просто. Видите, я закрыл Сергея. Пом-пом. Так что, все просто даже для таких стариков, как я. Подытожим вопрос защиты на первой линии обороны. Первое. Мои стопы все время направлены в Сергея. Я не кладу ногу, не разваливаюсь, как ленивая шлюха. Если я кладу себя на бочок, я поднимаю стопу вверх. Если вдруг меня раскручивают туда и оттаскивает мою коленку, значит, я подъезжаю под эту коленку. И я никогда не лежу на двух лопатках, если соперник хоть чуть-чуть пошел ко мне в сторону. Я приподнимаю лопатки всегда и лежу грудью, тазом и стопами в сторону своего оппонента. Это про первую линию. Вторую линию обороны хочу начать с трюка. Если вам очень сильно повезло, Сергей проходит, такой бум, и здесь осталась дырка. Что я делаю? Вот такой вот. Вставляю сюда щит коленом, ножку ставлю на пол и контролирую ручку. Если вы веруете в силу своей жопы, в смысле в силу своей обратной креветки, то, скорее всего, вы выиграете. Давай еще раз снимем. Раз. Если вдруг здесь появилось место, я засовываю сюда ножку под задницу, он может даже пониже сесть. Пум. Обратная креветка. Опять же, нога не болтается. Обратная креветка. Блокирую руку, чтобы он не мог поставить упор. И делаю обратную креветочку. Пум. 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 Но. Эта техника не работает. Но она работает на разнице в уровнях. И если вам очень сильно повезет. Поэтому давайте сразу к делу. Допустим, уже получилось так, что он... Давай, делай проход. Я скажу, как раз... Вот здесь. Мы уже здесь. Моя нога не может перекрыть ему бедро. То есть я не могу ее сейчас оттуда поднять. Да? Я буду ее держать до последнего вверх. Но не получилось. Окей. Колено тоже вставить некуда. Варианты. Толкать человека сюда. Совсем хреновая затея. Потому что Сергей берет, мне просто отрывает руку. Здесь к чертовой матери проходят меня. И еще в окиготами, Сергей. Нет. Ладно, не важно. Вот этот локс перекинь. Через мое плечо. Вот туда, да. Если бы Сергей умел, он бы сделал. Поэтому он белый пояс. Давай то же самое. Раз. Здесь. Не опираться в грудь. Что я чаще всего рекомендую здесь сделать? Упор в район пояса. Фрейм в район пояса. Давай еще раз. Сергей проходит. Фу. Фрейм сюда. И даже если Сергей продолжает свое движение, я, как правило, встаю. Проход. Фрейм в район пояса. Я отъезжаю от него. Поднимаю таз, как в техникул стендап. Восстанавливаю гард. То есть, давай медленно сейчас, чтобы я успел рассказывать. Раз. Он здесь. Не хочу держаться здесь. Фрейм в район пояса. Да. Если схвачу, за пояс совсем хорошо. И Сергей продолжает движение не катом. Отъезжаю от него. Грудью вниз. Сейчас ему меня пройти невозможно. Я либо встаю, либо устанавливаю гард, продолжая свою работу. На случай, если он не проходит с захватами, здесь, допустим, и здесь. Отлично. Что мне здесь нужно? Одна рука у него занята. Вторая рука тоже занята моим этим захватом. Я могу взять диагональный захват. Ручка его здесь придерживается моим локтем, моим коленом. Вторая его рука тоже занята с его же захватом. Да, все, что мне здесь нужно. Здесь его немножко на себя подтащить. И сделать каурочек по его движению. То есть, он проходит здесь. Я пока его держу. Пока шилд у меня есть, но он очень ненадолго. Здесь тоже у меня нога не валяется на полу, такая вяло. Я все подтягиваю. И пока меня не прошли, пока он не разделил мне ноги, я в гарде. А если я в гарде, я должен сохранять условия гарда. Колени близко к себе, ноги широко. Я защищен. Захват здесь. Не просто фрейм. Я прям взял. Могу взять здесь. Ручки его заняты. Я блокирую его бицепс коленом. Закрываю это все предплечьем. Также удерживаю его в ручку. Она и так занята. Я ее удерживаю. Да, он может пытаться проходить меня. Я просто переваливаю его наверх. Использую вот эту тягу и кувырочек через плечо. Если Сергей проходит меня с захватом, знаешь, за руку берут. Да. Вот здесь. Тоже толкание сюда бессмысленно. Дергать руку на себя бессмысленно. Что я буду делать? Я буду сбивать его руку и вставать на этот локоть. Бум. Да? Опять же, вытягиваю фрейм, пытаюсь пройти меня. Дальше дверь для них. У него уже ничего не получается. Я спокойно возвращаюсь в гард. Давай еще раз покажем. То есть он проходит с этим захватом. Да, здесь. Жух. Я хочу выбить, сбить его руку. Отпустить в свою. Перехватиться. Сергей пытается проходить дальше. У него уже не получается. Если он встает на коленки, я восстанавливаю свою гард. И совсем поздняя реакция. Когда я везде уже опоздал, Сергей максимально плотный. И у меня просто тупо нет времени на сопротивление. Да, проходишь полностью. И так, Сергей проходит. И первое, что мне нужно сделать, проходи. Встретить его боком. Вот он врезается в мое плечо. Помним, да, я не хочу лежать на спине. Это он хочет, чтобы я лежал на спине. И оставался на спине, когда он меня пройдет. Я ложусь на бочок, встречая его плечом. Да. Сергей сейчас затормозил свой проход. Моя ручка, которая нижняя, она внизу подо мной. Назад. То есть я складываюсь вот так. Если даже вдруг Сергей решит меня пройти. Давай вот так. Просто проходишь до конца. Он не прошел мой гард. Но. Это всего лишь одна маленькая деталь. То есть моя задача, как только он проходит, лечь вот в такую позицию. Не почти на боку, не ровно на боку. А на боку, локоть под себя, грудь направлена в пол. Сергей, проходишь в фулл спид. Да? Вот. Моя работа. Но и этого мало. Сейчас давай вот здесь, чтобы было видно. Моя задача развернуться. Да, ты проходишь. И схватить его ножку. Вот здесь. Дальше, если он захочет проходить гард, я оказываюсь сверху. У него нога сейчас запуталась. Давай еще раз. Движение на самом деле простое. Бум. Просто поворачиваешь на бочок. Это как я говорил в первой части видео. То есть он идет на бок, сбоку, я на боку. Он ближе, я совсем на боку. Да. Раз. Я схватил его ножку. Проходи, проходи. Важно. Проходим. Я скажу, рука остановится. Давай, давай. Моя рука за его спиной. Видно мою руку? Для того, чтобы он здесь, отсюда вдруг не захотел перепрыгивать мне за спину. Перепрыгиваю за спину. Не в ту сторону ты прыгнул. За спину. Поехали. Пум. Хочешь туда любить мой спин. Это если на случай он захочет прыгнуть мне за спину. Так вот. Он проходит. Раз я схватил его ножку, могу поддать пинка, если он здесь остановился. Если нет, прям на фоллспиде проходишь. Вряд ли он пройдет. А если он остановится, если он умный человек, он остановится, я поддам ему пинка и оказываюсь сверху. Это коротко. Подробнее по подписке. Когда ко мне подходит такой оптичник, он говорит, он типа, у меня все хорошо в борьбе, все прекрасно, только вот не могу уходить из маунта и сайт-контроля плохо ухожу. Задаю ему вопрос, а как ты туда попал, если у тебя все хорошо в борьбе? Наверное, все-таки причина где-то там раньше. Вот с этой причиной где-то там раньше мы сегодня и поразбираемся. всем здрасте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...